Почему не везет личной жизни? В вашем случае это связано с тем, что вы, первое, очень часто матерились и говорили плохие слова на букву Х. Даже если это вы не делали, то делала ваша мама или ваш отец. Таким образом прокляли то, что связано вас и ваш род. Также, скорее всего, не любили мальчиков. Также, скорее всего, вот смотрите, есть такая тема, которая называется половые органы. Если у человека половые органы проклинать, то это проклятие рода. Проклинаются они матами. То есть, чем больше человек матерится, тем сильнее род проклинается. Потом, вот эти проклятия, это проклятие рода. Нужно покаяться, сказать, все мои, те, кого я посылала на букву Х и на букву П, они, простите меня за это. После этого, вот сколько раз посчитать, вы сказали вот это поэхэ, вот столько раз мысленно нужно поцеловать себя, вот то, что вы проклинали и ненавидели. Таким образом открывается этот канал за мужество. Да, мои золотые друзья. А как же другие, я знаю таких, которые матерятся и которые там без конца матерятся, они живут. И как они живут? Счастливо. Ну, ноги и счастливо. Ну, как человек может знать, кто живет счастливо, а кто не живет счастливо? Как? Ну, вот они же живут, ну, как они живут? Я знаю таких людей, у меня была ситуация, пригласили на день рождения, и там очень большое такое место, и я решил выйти, иногда курю сигары. Взял сигару с собой, вышел так, чтобы никому не мешать, сел, закурил эту сигару такой длины, и сижу, курю. Я люблю обычно сигару с крепким кофе, и не люблю с виски. И курю я сигару на день рождения, там громко, я уже собрался ехать домой, решил, что сейчас я вернусь, заберу свою любимую супругу и поедем домой. И там были с нами друзья, и я всегда этих друзей воспринимал как очень хороших, как очень хороших, потому что они всегда за ручку держатся. Там, ты мой зайчик, ты моя ласточка, ты мой любимый, ты моя хорошая, ты моя там еще такая. Я слышу рык, 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 и вот так вот заглядывая за деревом, они ругаются. Боже мой, боже мой, я никогда в своей детской жизни не виделся, вы люди так безумно ругались. Когда-то у меня был такой период, я находился в СИЗО, и меня не садили никуда, ничего, это была ошибка. Ну, на самом деле, это заказ такой был. И там, по-моему, я не помню, там 7 или 8 месяцев меня отпустили. И вот я когда там находился, то там были очень жесткие мужчины. Мне кажется, они так друг с другом не разговаривали, как эти люди, муж и жена, разговаривали. Я не мог поверить, что это вижу. Я представляю, как они разговаривают дома, какие у них отношения. Я теперь понимаю, почему у них ребенок заикается, потому что у них там, наверное, децибелы дома. То есть они, видимо, там просыпаются, пошел ты-то, пошла ты-то, пошел ты-то, пошла ты. И да, они на расстоянии, видимо, любят, потом снова сходятся, был нахуй, пошла ты, пошел и все. Да это ужас какой-то. Чем так жить? А знаете, многие люди так живут. Многие люди живут, и многие молодые девушки, я вижу, как ругаются, и для них это нормально. Это проклятие рода. Много ругаются, потом дети не могут получиться, потом жениться не могут, потом нормально жить не могут. Вот потом вот так и живут в этом бесконечном мраке каком-то. Знаете, и могли бы, а потом даже как очиститься не знают. Почему? Да столько клеем поставить на этих местах. Знаете, их нужно бесконечно обожать и целовать, и молитвы за них читать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!